Эта передача вышла при спонсорстве поддержки друзей и партнеров служения Kingdom Connection. Если у вас есть с собой Библии, откройте, пожалуйста, Ветхий Завет, книгу Захарии, первую главу. Захария, первая глава. Взгляните на это. В Захарии, первой главе, 17 стихе, «Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Савов, снова переполнятся города, послушайте, моим добром, и утешит Господь Сион, мой народ, я снова изберу Иерусалим. И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога». У него сейчас видение. «И сказал я ангелу, говорившему со мной, что это?» И он ответил мне, «Это рога, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Потом показал мне Господь четырех рабочих. «И сказал я, что они идут делать?» Он сказал мне так, «Эти рога разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей». Обратите внимание, никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить рога народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Он сказал, «Я дам вам процветание и благословение». На самом деле, он сказал Иисусу Навину в книге Иисуса Навина 1.5, «Что никто не устоит пред Тобою во все дни жизни Твоей». «Никто не сможет помешать Тебе исполнить то, к чему Я призвал Тебя». Он продолжил словами, «У тебя будет хороший успех». Это слова из Библии. «Я дам тебе процветание, куда бы ты ни пошел, куда бы ни направились твои стопы. Я дам тебе хороший успех, дам тебе процветание». Бог говорил о том, что тебе будет сопутствовать успех во все дни жизни Твоей. Он сказал Иисусу Навину, сказал Своему народу, «Никто не устоит пред Тобою и не сможет остановить тебя». Во всех отношениях, которые вступал Бог, Он возносил людей. Он созидал людей, умножал их жизнь, «Увеличивал их жизнь». Так важно осознавать, что Божья мечта для вас гораздо больше вашей собственной. Он сказал, «У меня есть для вас обещание». Вот это обещание. Вы можете процветать. У вас может быть в этой жизни успех, потому что это важно. Если вы считаете, что Бог не за вас, если думаете, что Бог не хочет, что вы хорошо жили, наслаждались жизнью, имели благословенную жизнь, вы этого и не увидите. Так важно исправить свое мышление, чтобы понять. Бог сказал, «Никто, стоящий перед тобой, не сможет остановить тебя». Если они выступят против тебя, я разберусь с этим. Но у вас есть обещание, что Бог может дать в вашу жизнь процветание. Меня не волнует ваш возраст. Меня не волнует, кто вы. И у вас, может быть, должен быть успех. Мне нравятся эти слова. Мне нравятся эти слова, потому что они из Библии. Поэтому в Захарии, первой главе, текст начинается с того, что Бог дает процветание своему народу. Заметьте, в этом стихе написано, что Он дал им процветание. И когда начал давать им процветание, они начали распространяться. Понимаете, когда Бог начинает давать процветание человеку духовно, физически, эмоционально, когда начинает благословлять вас в любой области, касающейся ваших финансов и любой другой сферы, они начинают распространяться. Вы начинаете ездить туда, куда они не мечтали поехать. Когда Бог начинает распространять на кого-то свое благоволение, они начинают вести дальше, чем вы могли себе представить. Начинаете ходить в разные места. Он распространяет вас. Заметьте, процветание и благословение Божье начинает распространяться. Он сказал, «Я распространю вас за рубеж. Я рассеиваю вас, веду туда, где вы не мечтали побывать. Я хочу, хочу, чтобы у вас было больше ведения, чем сейчас, чем то, что вы делаете сейчас. Я не предназначил для вас незначительные. Я хочу распространить вас. Собираюсь вести вас туда, где вы не мечтали побывать». Смотрите, когда он распространил свой народ в Захарии первой главе и дал им процветание, затем он дал им ведение о четырех рогах, которые возникли наперекор, чтобы рассеять и поразить народ Божий. Заметь, какое было задание. Нужно было так противостоять и мешать Божьему народу достигать успеха, иметь путь процветания, который желал для их жизни Бог. Что в Библии написано, что эти четыре рога, рога в Библии символизируют силу. Это духовные силы. Или то, что мы называем духами. В ведении ему явились четыре рога. Четыре духа, которые пришли подавлять Божий народ, помешать ему иметь благословенную жизнь с избытком. В Библии написано, что они так подавляли его, заметьте этот стих, что они не могли, послушайте, представьте себе, они не могли поднять головы. Они были так подавлены, что ходили вот так. Не смотрели ни вверх, ни по сторонам, не имели ни уверенности, ни благословений. Они находились под давлением до такой степени, что никто не мог поднять головы. Как только Бог провозгласил в их жизни процветание, четыре рога пришли, чтобы их удержать.